дракон от греческого крылатый змей но только с лапами как у орла объединяет в себе змею и птицу дух и материю иногда огнедышащие это один из универсальных самых сложных символов имеющих много часто противоречивых толкований первоначальная символика дракона была целиком благоприятные и означало воды несущая жизнь змея и дыхание земли птица он идентифицировался с небесными богами и их земными представителями императорами и королями впоследствии его символика стала амбивалентным обозначая благодатные дожди следующие загрозами и вместе с тем разрушительные силы молнии и наводнений дракон может быть солярным и лунным мужским и женским добрым и злым дракон и змей обычно взаимозаменяемы символизме представляющим неявное неразличенное хаос латентная необузданную природу а также живительную силу воды когда он изрыгает громы и молнии происходит переход от мира не проявленного сотворенному миру формы и материи и здесь дракон обладает двойственным символизмом он может выступать и как бог дождя и как его противник не дающие дождю упасть его ассоциирует с одной стороны с морем и пучиной морской с другой с вершинами гор облаками и солярными восточными регионами выступая в роли чудовищ драконы владыки земли с которыми приходится бороться героем завоеватели и созидателям чтобы захватить или освободить землю они же являются хранителями сокровищ и доступа к тайному знанию дракон также символ долголетия на востоке дракон как правило есть сила небесная несущая благо тогда как на западе он рассматривается как разрушительная и злая сила на дальнем востоке он символизирует космическую и сверхъестественную силу мудрость скрытое знание силу вод несущих жизнь драконы охраняет сокровище и они служат символами плодородия и силы это эмблема императора как сына неба и человека мудрого и благородного будение дракона свидетельствует о полноте жизненности ты и воспроизводящий силы дзын монотеистические религии изображает дракона злой силой символом войны и разрушения за исключением отдельных случаев когда он может олицетворять логос дух оживляющие или всемогущее божество в христианской культуре дракон мифическое чудище со смрадным дыханием и чешуйчатым телом когтями льва крыльями похожими на крылья летучие мышь и раздвоенным языком и хвостом дракон символ смерти тьмы и дьявола как змея уведшего человека во грех в искусстве часто изображается архангел михаил драконом у ног а также святой георгий пронзающего дракона копьем что символизирует победу добра над злом дракон на цепи означает побежденное зло часто у него хвост завязан узлом так как существует поверье что у дракона как и у скорпиона сила заключена в хвосте несмотря на такую характеристику короли и императоры выбирали дракона своим символом древние бритты сделали дракона своим символом борьбы с саксонскими захватчиками у кельтов дракон символизирует способность внушать ужас а также непобедимость отсюда независимость битва с драконом символизирует трудности которые необходимо преодолеть чтобы овладеть сокровищами внутреннего знания победа над драконом олицетворяет разрушение конфликта между светом и тьмой разрушение деструктивных сил зла и победу над собственной темной природой человека и достижение самообладания в китае это существо имеющие наибольшую духовную силу символ жизни и света эмблема китайской императорской семьи является золотой дракон по восточному до гороскопу самый счастливый знак в 1988 году год дракона китайские родители игнорировали закон предписывающий давать близнецам разные имена и называли их сыновьями дракона в качестве священного небесного дракона покровители китайского народа в поднебесный почитает красную звезду антарес альфа созвездия скорпион согласно китайской легенде солнце ежедневно совершает свой путь с востока на запад в колеснице запряженной шестью драконами вечером колесница останавливается драконы и возница сихе отдыхает в книге перемен и цзинь первая гексограмма тянь творчество характеризуется через действие драконов нижняя черта нырнувший дракон начало подъема животворных сил вторая черта появившийся дракон находится на поле то есть светлое животворное начало вышло на поверхность пятая черта взлетевший дракон находится на небе то есть происходит расцвет светлого животворного начала его сила наполняет все шестая черта возгордившийся дракон испытывает раскаяния то есть достигнув наивысшего расцвета светлое животворное начало начинает слабеть после чего тянь превращается в другую гексограмму культу иероглиф дракона рю означает ум силу энергию способность цельную натуру этот знак может использоваться и как собственное имя дракона в россии дракон полностью отождествляется со змеем знаком сатаны и дьявола считала считался эмблемы сил противостоящих святой руси известное сходство с драконом имеет образы сказочных чудовища в произведениях русского фольклоро змей горыныч в алхимической символике дракон представлял природу иркурия в Китае, Японии, Корее и на Тибете до сих пор верят в существование драконов в китайской мифологии образ дракона занимает центральное место более того есть легенда о женщине-драконе прародительнице всего человечества дракон в Китае символ благородства, доблести и мудрости каждому природному явлению покровительствуют одни из драконов обычно драконы существа добрые, но оскорбленный дракон начинает мстить, месть его ужасно они могут губить урожай, насылать болезни и мор, рассказывают легенды о черном драконе, которому приносили в жертву красивых девушек, чтобы задобрить разгневанное злое существо но все-таки гораздо чаще люди воспринимали драконов как защитников, например, по легенде Гонконг охраняет целых 9 драконов вот и получился у нас дракон бумажный всем спасибо за просмотр с вами был канал dragon oric life всем пока спасибо за просмотр!